Начну с последнего исследования оглашенного Радио Свобода и опубликовано общенациональным изданием комментарии. Пишу поделиться этой печальной информацией. Оказывается, чтобы измесячно запасаться необходимыми для жизни продуктами, украинцам надо зарабатывать не менее 5000 гривен. Сравним полученную цифру с сегодняшним прожиточным минимумом украинцев. Это чуть более 1000 гривен. Приблизительно столько же получает подавляющее большинство наших пенсионеров. Теперь вспомним, какую сумму нам обходятся коммунальные платежи, включая, понятно, оплату за газ, электроэнергию и воду. Тут тоже затраты переваливают за всю ту же 1000 гривен. Получается, большинство украинцев после получения пенсии и пособий обязаны отдать все купюры коммунальщикам, расплатившись с ними за оказанные услуги, а потом где-то отыскать еще 5000 на пропитание. Честно признаюсь, я не помню, когда в последний раз наш парламент пересматривал стоимость потребительской корзины для населения. Эксперты утверждают, что это происходило в далеком 1999 году еще в прошлом веке. Здесь по законам жанра я обязан процитировать реплику великого Станиславского. Не верю. Потом решил не спешить. В нашем государстве трудно отыскать примеры заботы о населении. Но зато нет проблем с возникновением новых налогов и тарифов. И каждый раз те, кого мы избирали в парламент, кто становился у руля исполнительной власти, не переставали нас дурить информацией. Эти деньги пойдут исключительно для облегчения жизни украинских граждан. Когда-то я предложил вместо индекса Биг Мака, существующего в мировой экономике, ввести индекс бублика, присущий нам украинцам. В незапамятные времена при глубоком совке баранка, придуманная в адресе еще во время Российской империи, стоила пять копеек. Сегодня ее цена 5 гривен. Увеличение в сто раз. Увы, но ни зарплаты, ни пенсии, ни стипендии, ни иные социальные пособия на такой порядок цифр не увеличивались. Никогда. По крайней мере, за время существования суверенной Украины. Упаси бог! Я не сторонник включения типографского станка и печатания энного количества ассигнаций. Я за то, чтобы государство предоставило возможность предприимчивым людям скоро и без препятствий открывать бизнес, создавать новые рабочие места, увеличивать цену одного рабочего часа, трудяги, отчислять в местный и государственный бюджет как можно больше, но без убытка для собственного дела, с тем, чтобы его развивать и расширять. Но чем больше наблюдаю за действиями очередного правительства реформаторов, парламента и наместников президента в регионах, тем чаще прихожу к выводу, что между предпринимателями и населением с одной стороны и властью с другой простирается пропасть, через которую не перепрыгнуть без риска сломать себе шею. Сколько бы Украина не получала миллиардов от зарубежных финансовых институтов, но если эти деньги проходят мимо малого и среднего бизнеса, следовательно нечего ждать улучшения благосостояния обывателя. И этот вывод, увы, не закроешь даже самыми красочными пропагандистскими шоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok